Эти кадры, снятые с разницы в 6,5 лет, как бы иллюстрируют известную фразу «Авоз и ныне там». Еще в декабре 2010 года наш телеканал ярко продемонстрировал ужасы проживания людей в ветхом доме в поселке Бурашево. Сейчас, в мае 17-го, ситуация только усугубилась. Мы живем, просто существуем. И ложишься спать и думаешь, проснешься ты или нет. Вот произошло обрушение трубы. Я только подъехала к дому, вышла с машины и сразу же обрушилась труба. Никому ничего, до нас дела никакого нет. И это при том, что еще в 2014 году межведомственная комиссия администрации Бурашевского сельского поселения признала дом подлежащим капитальному ремонту. А Калининский районный суд обязал региональное министерство имущественных и земельных отношений его провести. Но ведомство всячески оттягивает решение этого вопроса. Они говорят, что они целесообразны, а доказать документально они не могут. В этом году зданию исполняется 100 лет. И вековой юбилей он будет отмечать явно не в лучшей форме. Крыша протекает, стены покрыты трещинами, а в квартирах плесень. А ведь здесь живут семеро детей. Мы так и ждем, что или потолок, или стена обрушится с другой стороны. Вот так и живем, а как? Помимо ежедневной угрозы, люди в буквальном смысле чувствуют себя гражданами второго сорта. Кроме электричества, в их доме нет ничего ценного. Отопление печное, вода из колонки, а туалет на улице. Впрочем, капремонт эти проблемы не решит, говорят в местной администрации. Да, стены и потолок обновят, а вот канализация, водоснабжение и газ здесь так и не появятся. Заместитель главы администрации Бурашевского сельского поселения уверяет, что они бы уже рады признать дом непригодным для проживания и расселить. Но по закону сделать это просто не могут. Да и люди не торопятся. Ни одного заявления от жильцов не получено. Программа, в которой мы участвовали, в рамках которой мы расселили 13 аварийных домов, она заканчивается 1 сентября. И что будет после, нам пока не ясно. По закону, после признания дома аварийным, собственники, а проживающие здесь все имеют такой статус, должны либо снести здание, либо провести реконструкцию. Если это не происходит, администрация выкупает квартиры и землю под ними по рыночной стоимости. Учитывая ситуацию, речь идет максимум о 200 тысячах рублей, на которую можно купить разве что сарай. Получается абсурдная ситуация, выход из которой найти крайне сложно.